И снова к событиям в Латвии. Слишком бесплатный, чтобы быть правдой. Латвийцы находят в своих почтовых ящиках предложение получить годовой запас витамина D, оплатив лишь его доставку. Отправитель говорит все честно, но вот надзорные органы рекомендуют подумать дважды. Все за и против взвесила Виктория Пушкила. Бесплатно получить 365 таблеток витамина D на целый год, заплатив только за доставку 2 евро 49 центов. Звучит невероятно. Особенно учитывая, что розничная цена витамина D в аптеках примерно 10 евро за 40 капсул. Цена зависит от производителя. Однако многие латвийцы получают по почте вот такие буклеты. Их отправитель обещает абсолютно бескорыстно снабдить витамином D всех жителей Латвии. Достаточно лишь оставить заявку. Русское вещание связалось с этой фирмой. Вот, например, один раз заказали, один раз получили, один раз заплатили. Вот вы его заказали, да, он идет, скажем, как заказное письмо по почте. Вы получите приглашение на почту, что надо идти забрать. Получите посылку, там будет коробочка витамина, внутри этот счет за 2,49. То есть, получается, этот счет я должна на почту оплатить или какой-то банковский? Да. До дома в интернет-банке можете в своем заплатить. У компании вот 10 лет, да, и эта новая продукция таким образом ознакавливает с собой и своей продукцией. А компания 10, это какая-то латышская компания или что это вообще за компания? Это норвежская, вот 10 лет в Латвии. На самом деле компания не норвежская, а польская. И это указано на ее же сайте. В Норвегии лишь производятся сами капсулы. В регистре латвийской продовольственной ветеринарной службы этот продукт зарегистрирован в прошлом году. Однако само предприятие уже попадало в поле зрения Центра защиты прав потребителей несколько лет назад. Обычно это, если люди подписываются, что они там хотят что-то бесплатно, чтобы им прислали, они подписываются на долгосрочный договор. На то, что им, может быть, это будет бесплатно, да, но следующие какие-то посылки, в принципе, будут уже платные. Ранее эта фирма жителям Латвии бесплатно предлагала рыбий жир. Правда, после заключения сделки и получения оказывалось, что он вовсе не бесплатный. За вторую упаковку просили 13 евро. В Центре защиты прав потребителей подозревают, что нечто подобное может произойти и на этот раз. Указанная информация об этой программе, то там есть несколько, конечно, таких вопросов, которые мы считаем, это незаконно. Во-первых, там очень трудно и, в принципе, там нет условий договора. Мы не можем найти, например, там, да. Это уже значит, что, в принципе, если люди что-то подписываются, они даже не знают на что. Центр защиты потребителей уже получил информацию о возможной нечестной практике и вместе с польскими коллегами прямо сейчас проводят проверку. Сайт компании отметили как подозрительный. А пока жители Латвии просят не вестись на возможность получить витамины бесплатно и внимательно изучать любой договор.